Пятая авеню, ну вы знаете, что такое Пятая авеню, да. Это улица богатых людей, это и Уолл-стрит. Они ехали, оделись, конечно, на приём, поскольку это было в советском представительстве, в Морском Ньюз, газету, которую там читали интеллигенты, они решили преследовать отец, вероятно. Жена надела какую-то брось, на шею там они огрыли, вот это, не знаю, он всегда в хороших часах ходил. А в лифте встретился джентльмен, который в Централ Парте и много бывает во Нью-Йорке, и попросил просто снять всё это, кольца и всё, что на них есть. А потом можно ехать туда в год. Они, конечно, расстроились, поехали, поднялись обратно к себе в квартиру, пришлось отдать всё это, поднялись обратно к себе в квартиру, и пока вот они одни переодевались, и всё, успокаивались, но прошло время. Вот это наше журналистское дело, отношения и от людей. Это свет был включён, всё слепотно. Просто они оказались втроём в лифте, два пожилых человека, на которых были заметны ценные вещи. И чентльмен какой-то, который мог сказать, как они говорят, мне предупредили в Нью-Йорке, когда я прилетел первый раз, предупредил наш представитель ООН, что более 20 долларов карман не носить нельзя. Я говорю, совсем не носить? Совсем носить? Побьют. Я говорю, ну 5 долларов. 5 долларов мало. Сейчас надо 20 долларов носить. Ну, он знает, что можно нам 20 долларов купить. 20 долларов отдашь, тогда и всё, иди дальше. А я через Централ Парк прилетел в Нью-Йорк, и прямиком пересёк Централ Парк, потому что наш Слебышный холл был недалеко там, в Галамбусок, около площади Колумба, а тут прямо можно через Парк пересечь, но там не шёл, никого, никто не ходит. Я удивился. Машины мчатся, а на людей нет. Вот мне пояснили, что если там идёшь через Парк, то надо иметь в кармане только 20 долларов и больше ничего. Тогда можешь идти спокойно. 20 долларов отдашь, и пойдёшь дальше. А если мало будет, тебе побьют. Если много будет, то не будешь сопротивляться, побьют. Вот вам то, что вы должны, чем должны заниматься. Мы должны заниматься, освещая события, отношения между людьми. Социальная информация – это наша задача. Социальная информация. С этой точки зрения только информация тоже для нас газетный жанр. Но не информация жанр, а описание состояния людей при таком-то или таком-то явлении, при таком-то или таком-то состоянии. Как мы героев описываем, значит, очень-то вот. Что это наша публицистика. Мы описываем тоже так же. Когда мы их описываем? Что мы пишем, как художник, брови, или как писательница Марка Мовчонка в Украине. Брови дугой, чуб большой, нос орлиный. Вот такой настоящий казан. Со селесси, мы ещё будем говорить. Вот это портрет художника, литератора. А мы как описываем? Мы описываем так героя Егора, как он действовал. Мы имеем возможность описать, как он действовал в той или иной ситуации. Когда мы делаем почерк от человека, то мы человека, то есть духовное качество человека, мы показываем на его действиях. Разве можно описать, какого дух человека? Как описать благородного человека? Ну как показать, что человек благороден? Все мужчины ходят в шапках, в брюках, кто в сапогах, кто в всяком случае. Вот и всё. У всех мужчин, у всех есть глаза, нос, уши. Ну всё то, что полагается мужчине. А почему это герой, это не герой? Как вы видели, как описать? Мы его показываем, если он совершает какую-нибудь поступку. Вот показали позавчера героям информационных программ, который бросился в дом и спас там во время возникшего пожара много людей. Вот представляющихся с инограмм. Проходил мимо, но увидел дым, идёшь, бросился и спас. А вчера показывали героиню, которая делает вид, что она страдает и плачет, которая убила маму и доченька. Маму искалесила до предела, а её дочь что-то задарила нам на машину, в Брянске. Кто слушал эту информацию, передачу в Брянске? Никто не слушал. Вы что, живёте вне жизни нашего общества? Вся страна этим занимается. Там демонстрация в Брянске. Вчера целая дискуссия была на канале, по-моему, на НТВ была. Огромная дискуссия на эту тему. Как её защищать? Потому что в Брянске образовалась большая группа людей, которые готовы сейчас же устроить самосуд и убить её. За то, что она на переходе, началась со скоростью более 90 км в час, начала обгонять машину другую на переходе. А в это время там уже полперехода, половину улицы на переходе прошла. Мама с девочкой трёхлетней. И это изумительные порты. Это две девочки. И переходить должны были дальше. А в это время машина эта выскочила из-за других машин, которые останавливались, уступая дорогу девочке. Выскочила и сбила эту маму, девочку убила сразу. Раздавила даже черепь этой несчастной маленькой девочки. И отнюдь не бросился её спасать. Потом сообразил. То есть сначала побежал, взял её машину, а потом сообразил и возразил. И всё это зафиксировано. Теперь чем камерами вот такими камерами и всё это зафиксировано? Вот это наш материал. Поэтому вчера уже была большая дискуссия с журналистами. На канале «Пома Попа», на НТВ была эта дискуссия. В ней участковал новый день. В том числе из Брянска приехали. И все высказывали свою дольскую тему. И таким образом, что же это наше журналистическое мнение? А что же у нас в международных делах? Какие жанры у нас существуют? Анализ. Вы знаете, какой анализ международных отношений? Описание в стране пребывания. Значит, мы используем те же жанры. Пребывая в стране, где, куда нас направил наша делекомпания или радио, центр, или газета, или журнал, мы описываем жизнь народа этой страны. Используя все жанры. В аналитической статье мы используем жанры, комментарии, статья, обзор прессы. Используем обзор прессы. Существует? Как жанры? Существует. Ну, вы говорите, да, нет, тогда я как-то паузы делаю там, где не нужно. Или вам не говорили когда, что обзор прессы это аналитический жанры? Говорили, что это аналитический жанры? Ну, как-то неуверенно вы говорите. Балл не получаете, а за что получаете балл? А получаете балл? Обзор прессы, почему аналитический жанры, обзор прессы? Ну, вот передо мной газета. Есть, то есть, моя точка зрения, когда я делаю обзор прессы? Или нет? Должна быть. В чем она проявляется? Ну, сравнивать, берет сюда нескольких газет и рассматривать различия, схожести, разные точки зрения которые подаются в каждой статье. Правда, Наш Ворс? Правда, Наш Ворс? Ну, вы же задали вопрос, где ваша точка зрения? А? Вы же задали вопрос, где именно ваша точка зрения? Может, она выражается в том, какие именно материалы мы выбираем из этой газеты? Совершенно правильно. Вот это совершенно правильно. Здесь мы цитируем, стараемся максимально объективно цитировать, о чем они пишут сегодня газеты, комиссантов, московской комсомолицы, но отбирая материалы, мы отбираем по своему вкусу. Нам кажется, вот это я вам рассказал, сейчас о случае Брянской, это же я отобрал эти факты. А их же было много фактов по нашей стране. Вот здесь, кстати, здесь точка зрения наше находит выражение в том, какие материалы мы отбираем. И на втором этаже, когда мы на первом изобрались, что из материала мы цитируем. Да, мы цитируем, но там могли быть и другие слова. А нам что-то кажется, вот это наиболее существенным, наиболее важным. Значит, вот где наша индивидуальная точка зрения. В аналистических жанрах есть еще такой жанр, помимо комментариев статьи и обзора прессы. Корреспонденция. Некоторые теоретики относят ее к аналитическому жанру. Другие относят к информационному жанру. Но здесь разница, в том числе, множественной границы нет. Поэтому можно и там, и там разбираться. Но корреспонденцию вы тоже высказываете точку зрения. Или же своими словами, или же словами стен, с кем вы в ходе подготовки репортажа, описания того иного города, беседовали, получили разъяснение, вы их цитируете, комментируете их, высказываете. Вот таким образом получается хорошая корреспонденция. Что еще есть у нас в аналитическом жанре нам необходимо? В группе аналитических жанров. Письма в газету. Журналисты-международники могут письма в газету организовывать? Могут. Ну, не во всех газетах. В правде письма в газету иностранцев публиковать трудно. А в моей газете, например, Moscow News и других изданий на других языках всегда были высказывания иностранцев. Поэтому у нас письма были, такие письма были. Вот Рокуэлл Кент известный американский, канадский художник. Просто много картин на полярные темы он написал. Хороший живописец, реалист. Когда здесь у нас в Москве произошло столкновение модернистов с некоторыми руководящими работниками из наших управляющих инстанций, они самовольно организовали здесь выставку на Юго-Западе. Выставку эту ликвидировали. Они самовольно не спрашивали разрешения. Надо вдоль дорог выставить в своей карте. Ее ликвидировали, тогда поднялся международный шум. Но западная пресса любит, когда возможно в чем-то упрекнуть Россию. в СССР критиковали Хрущева за то, что он бульдозерами ликвидировал искусство. А он не ликвидировал бульдозера, они просто не спрашивали разрешения. По-своему, истолковали свободы, которые Хрущев тогда провозгласил спасибо за несколько лет.